здравствуйте дорогие наши друзья дорогие наши читатели дорогие наши слушатели спасибо что смотрите нашу рубрику ставьте лайк под нашу рубрика если она вам по душе если она вам нравится если она вам помогает и поделитесь пожалуйста этими советами направляйте своим друзьям знакомим пусть они тоже получают пользу от этих рубриках этих советах сегодня я хочу рассказывать вам историй которые меня вдохновляют знаете история это мощная учеба на самом деле в истории можно очень многому научиться история даст очень много ценностей я написал несколько людей 10 написал 10 людей как которые хочу с вами поделиться первая история который больше всего меня очень нравится это история махатма ганди я изучали его жизнь от и до и очень сильно изучал понимаете он был человеком который не мог глаза закрыть на несправливости и на скажем издевательства и унижение своего народа больше 400 лет индусы вообще индия была коломии великобритании и соответственно он учился в европе на адвоката и когда вернулся домой он купил билет на вип-класс или купе и его не разрешили туда в это купе приехал только по той причине он был индусом понимаете только потому что у него был свет кожи другой и тогда он понял что он говорит нет так не должно быть я не хочу что все мой народ и дальше продолжалось так унижение жить правда многие не верили в том когда он начинал говорит многие вот унижали оскорбляли избывали понимаете 22 раза его турму посетили 22 раза и это очень много но он знал одно он верил справливости он сказал мы будем мирным путем добываться свободу мирным шагами мягкий доброжелательный подход и знаете голос справливости навсегда сильно он смог убедить и без одного поля освободили свою страну конечно после того когда он это сделал соответственно между индусами мусульман и у них же мусульмане и буддисты между ними ссоры начался и потом появился индия и пакистан разделилась но факт остается фактом что идея одного человека справливый взгляд одного человека принес огромные изменения и жизнь многим людям и это это мне вдохновляет это то есть глядя на это я задумалась о том может ли человек изменить свою жизнь конечно может а может ли он повелять на судьба своего региона конечно может а может ли он повелять на судьба всего человечества конечно и может пророки делали так великие люди делали так великие изобретатели делали так два брата райт вот это их история вторая история который меня очень сильно вдохновляет который изобрели самолет подумайте как они облегчили жизнь миллиарды миллиарды людям один из них умер а второй продолжал делать и вы взлетел и это два брата сделали чудо понимаете после их после того когда один брат умер и второе снова взлетели все сделать самолет сейчас люди даже не думают об этом они просто идут сидит на это кусок железа и летает никто не думает что раньше до этого кто-то верили бы если вы кому-то например 300 лет назад сказали бы что железа летит сотными людьми двести-триста людьми до вас читали бы сумасшедшим отправили бы вас на либо церковь либо мечет вас распяли бы понимаете коперников распяли потому что он сказал земля круглая его зажгли на костры и на кресте то есть поэтому вот история вот это два брата она меня очень сильно вдохновляет я хочу чтобы человек который талантлив брался за что-то то что повиляет на судьба миллионных людей ставьте перед собой такие цели которые могут повилять на судьба тысячи тысячи люди и сами интересны и это ваша цель это ваша мечта еще работают хотя бы сто лет минимум после того когда вы уйдете от жизни а если работает еще тысячи лет это вообще супер следующая история которая меня очень сильно вдохновляет это история оба лебнин сына вы не знают знаком с ним или нет это просто чудо это вендеркин какой-то это действительно какой-то вендеркин своего времени когда внимательно изучаешь его историю вот эта оба лебнин сына это ави цена который сегодня мы слышим вообще медицина это слово персидское слово мададис но она появилась оттуда и как ави цена эта величайшая история понимаете конечно иногда сижу думаю часто такие люди наверно либо рождается преждевременно либо порой они рождаются и живут свое время они меняют ход истории кафиром не верующим потому что раньше как было он резал мертвых из вытаскивали из могиле вытаскивал и анализировал что почему они причины болезни вытаскивал он выяснял причина болезни чтобы лечить жизнь те которые здоровы то есть я имею ввиду живи и так далее а его читали что он неверный раз он с мертвыми телами так делает и он всю оставшую жизнь провел в бегах понимаете в бегах провел далеко из дома и мечтал вернуться бухарей так и он ни разу не вернулся это супер история я рекомендую вам изучать из его детства до его самого смерти и вы поймете что тех времен было намного труднее получать образование и эти люди смогли это делать это тысячи лет назад вы понимаете я иногда сижу думаю господи какие они велики люди они действительно велики вот следующая история которая меня очень сильно вдохновлять это нельсан мандела нельсан мандела 25 лет трубу посетили его враги он оттуда вышли простил их вы понимаете то какая сила надо иметь если кто-то у вас там всего лишь машину поцарапал или если кто-то из вас оскорблял вас публично вы ненавидите его и готовы ударить его и отдачу давать око за око и так далее а тут этот человек 25 лет сидели в турму и понял что когда он оттуда вышел он просто простил их вы понимаете это очень огромная мудрость огромная сила история нельсан мандела меня сильно вдохновляет я в его истории очень многому научился правда очень многом научился научился он меня простит научился понять что доброта все равно победить рано или поздно верить в доброту как бы ни было следующая история который мне очень сильно вдохновляет это возможно эта история надуманный персонаж не знаю вы видели фильм форс гамм форс гамм я рекомендую вам посмотреть это фильм я временами смотрю это фильм а вы знаете что я научился с этого фильма знаете он за какой бы деятельность не набирать не собирается он в нем становится лучшим и доведет до конца если вы внимательно посмотрите три-четыре направления которые он выбирает конце концов инвал любые из них становятся известными успешными и так далее может быть это надуманный персонаж но даже как бы его не надумали я научился от форс гамма фокусировать фокус действие фокус самообразование энергия действие вот это четыре вещи я внимательно посмотрел с этого фильма и приобрел для себя когда ты фокусируешься у тебя экспертность растет ты станешь более профессионалом в этом области ты лучше разбираться начинаешь в этом области самообразование те детали которые тебе непонятно учись их эти станешь умнее энергия надо все энергию отдавать этому жить с этим вдохновленно жить с этим они наполовину а не то что я делаю попробую если получится хорошо не получится ничего страшного нет надо максимально вкладывать усилий до тех пор пока не получаешь свои цели и так далее это четвертое действие то есть постоянно действие просто делай просто делай и эта история мне очень многому дает я временами смотрю это фильм для того чтобы осознавать что давлатов нет реалити фокус нет реалити фокус нет реалити фокус фокус концентрация внимания я раньше делал несколько бизнесов подряд а сейчас я делаю на так фокусирую на одном объекте на одном проекте пока его на налажу полностью а когда она налажив все уже дальше двигаться на уровне прибыла потом команда его продвигает и так далее команда его контролю потом следующий фокус и направляю на построение еще одного проекта или нового и так далее таким образом я построили столько бизнесов и слава богу они работают следующее важнейшая история который мне очень помогает это чингисхан история честно скажу вам я каждый год смотрю один сериал из которой 30 серия китайцы которые снимали наверное просмотрели эту сериал 20 раз это может быть может быть даже больше но его снова снова смотрю каждый раз почему потому что это это супер история это очень большая история очень сильная история а вы знаете это факт это же надуманно это же факт как парень который в пустыне вырос пустыне вырос смог создать такую империю который 300 лет жил но ведь он же не учился военной школе он же не учился никакие образования он не учился гарварде он не учился кембридже или где-то но ему удалось создать структуру который 300 лет смог жить не каждая компания живет 300 лет не каждая организация живет есть еще самое интересное ему удалось объединить китай до него китай она была разные провинции и не убивали постоянно друг друга ему удалось объединить китай его понимать его государство было два раза больше чем государство римская империя четыре раза больше чем государство александрской македонии вы понимаете это чудо это действительно чудо я многому учился у него хотя нам преподавали его как как жестокий человек его преподавали нам как человек беспощадные как будто он жестокость и так далее на самом деле нет когда внимательно изучали я прочитал много литература про него все это фильме посмотрели многократно я понял он действительно сильный стратег исправливый человек его власть это в справливости я кое-что понял именно по крайней мере я это брал для себя что власть появится только у того человека у которого есть справливый взгляд к жизни я внимательно изучал это 30 серия чингис хана и это мне очень сильно мотивирует вдохновляет не то что убывает и так далее я от него учился как команду создать как стратегию разработать как парада лет понимать он четыре раза воевал с армии которые были превосходили его армию многократно и он победил это стратегия это как он это делал вот это очень мощнейшие механизмы и об этом учусь когда смотрю история я стараюсь в этой истории чему-то научиться чего-то хорошего усваивать для себя следующий человек и чья история меня вдохновляет и помогает эта история чингис хан этот эта история брусли вы понимаете это парень 33 года это легенда он выходит на первые тройка сами узнаваемые людей в истории человечества его знает он выходит на первые тройка вы понимаете весь мир знать его эту парену жизнь отдал мало годы 33 года это очень мало но он успел за 33 года написать свое имя на веках его любят все его любят и он его любят огромные массы народ понимаете в несуществует человек который про него не слышал и понимаете три важные вещи которые он научился делать достигать до сих пор никто еще не повторял это удар на 1 дюйма два сантиметра анжимани на одного палца еще скорость его скорость иногда видео которые снимали его скорость не могли видеть он так отточил свое мастерство путем тренировок я хочу сказать что это показатель что человек может превосходить себя человек способен превосходить себя жизнь успешных людей много хороших истории но это те которые сейчас вспомнились на ходу и рассказываю вам они меня очень мотивируют они очень меня вдохновляет каждый раз когда брусли столкнулся трудностей и так далее он говорил так единственный способ стал лучшим три с лучшими то есть его методика его стил это джет кундо и так далее он отбрасывал все другими то есть он изучал много видеть восточный набор и все с где было сложности лишнее движение все убрал вы понимаете это как как очень важно убрать все ненужное лишнее движение убрать оставит только сами эффективнее никаких лишних движений и эффект я эту философу принес бизнесе знаете почему стал хорошим тренером ничего лишнего говоря простые вещи сами эффективные вещи простые вещи которые любой человек могут практиковать и пойдете делает это очень важно очень важно свой стиль разработать очень важно свою методику разработать создать свой продукт создать самого себя создать самого себя создать свой рынок и расширять этот рынок то есть ты создать свой себя сначала как мастер а потом создаешь вот в этом продукт а потом на этот продукт создать рынок маловато быть талантливым, маловато быть гениальным, маловато быть хорошим, не знаю, актером или певцом или инженером или геологом или кем-то, если ты не можешь это знание превращать в деньги, создавать рынок, а потом максимально усилие вложить надо, чтобы расширять этот рынок. Это супер. Это очень важная вещь. Поэтому одну из вдохновляющих историй, которая меня мотивирует, это брусле. Я когда устаю, когда что-то, когда иногда неохота что-то делать, хочу откладывать на завтра, я включу какой-то либо его фильм и включу какое-то что-то такое и начну двигаться. Следующая история, которая меня очень вдохновляет, это Сильвестер Сталлон. Вы понимаете, что это парень из бедной семьи. Это парень не умел говорить. Понимаете, его не брали каждый раз, когда конкурсы были, его не брали, потому что он плохо говорит на английском. Как я вообще плохо рассказываю на русском, он вообще плохо говорит на английском. И вы знаете, он писал именно сценарий Рокки Барбо, и вообще никто, и проблема была в том, что никто не хотел снимать фильм раз, и не брали на компании сниматься. И самое плохое было в том, что он хотел сам играть в нем. Он хотел сам играть, и поэтому они, когда режиссеры слышали, что он сам хочет играть, они говорят, ты что, с ума зашел? Вы понимаете, он продал единственную свою собаку, у него ничего не было. Он продал свою собаку, и на эти деньги как-то выжил. До тех пор, пока нашел какая-то компания, которая захотела снимать этот фильм и согласилась снимать его, именно с его самого участия. Этот парень создал два великолепные истории. Это два образа, образа, которые в голове и сердцах миллионных людей остаются. Это Рокки Барбо, это Рэмбо. Рэмбо, это два величайшего образа. Вы представьте на минуту, он смог себе позиционировать, смог себе продать, смог себе создать рынок такой, что этот образ остается в голове любого человека. Вы говорите человеку Рэмбо, он сразу запоминает. Это мужественный, это сильный, это победитель и так далее, и так далее. Это надо уметь делать. Одним словом, надо уметь себе создавать. Никто за вас не будет это делать. Следующая история, которая меня очень сильно вдохновляет, это основатель Макдональдса, Рей Крок. Это вообще что? Он сильный продавец, он смог видеть, он видел, как Мак и Доналд, два брата, как они делали это небольшой ресторанчик, он видел в него масштаб, он видел в него масштаб и понял, как это можно сделать тысячи-тысячи. Это супер история, колоссальная история. Я люблю что-то масштабное, что-то большое, а сегодня Макдональдс, посмотрите, обгонял по количеству недвижимости даже католический церковь. Бизнес Макдональдс, это не гамбургеры, как мы думаем с вами, это бизнес недвижимости. Это супер история. Я временами смотрю фильм «Основатель», включу и сижу и специально смотрю на него. Следующая история, которая меня очень сильно вдохновляет, мотивирует, это речь Арнольда Шварценеггера. Я включу его специально, чтобы слышать. В Ютубе есть такая речь, где написано, что эта речь прошло 100 миллионов просмотров. По-моему, что-то такое написано. А вы знаете, он действительно супер выступает в этом речи. Он говорит о том, что у меня было видение, я хотел стать мысль вселенной, и 20 лет я этим стал. Вы представьте, какое чудо. Это парень, 20 лет мысль вселенной. Он говорит, что я ставил перед собой цель и каждый день тренировался. В фильме, говорит, качать железа. Я тренировался, и люди всегда подходили ко мне и сказали, послушай, тут все хмурым лицом, с трудом тренируются, а ты по 5 часов тренируешься и по-прежнему улыбаешься. Он говорит, я знал, что каждый раз, когда поднимаю и так далее, каждый раз качаюсь, это мне приближает к моей цели. Здорово. Это крутая история. Крутая история. Парень ставит перед собой цель, стать мысль вселенной и становится, ставит цель. Он говорит, я приехал в Америку, чтобы стать, сниматься в хороших фильмах, стать известным, и я это сделал. Круто, это классно. Его фильмы стали очень успешными. Были фильмы, которые провалились и так далее. Это нормальное явление, но «Терминатор» и так далее, его знает весь мир. Этот парень стал великим, известным человеком. Следующая история, которая меня очень сильно мотивирует, очень-очень сильно мотивирует, это основатель Walmart. Это сеть магазинов, миллиардная компания. Как они это делали? Я внимательно изучаю его и восхищаюсь, правда. Этот парень взял у своего теста машину какую-то грузовую, продали его и начал свой первый магазин. И постепенно, постепенно до такого дошел. Понимаете? 5 тысяч долларов или 5300 долларов, по-моему, первый магазин, который он начинал, я его внимательно изучал, его книги, прочитал историю, и я восхищаюсь эту историю. Я влюблен в его методики, в его подход. И особенно каждую субботу, когда он делал бизнес-завтрак и 4 утра. Бизнес-завтрак или 6 утра были, или 4 утра были, забыл. Делал. И всегда со всех сторон, все директоража в магазине собрались на это собрание и не обсуждали, как следующий магазин, следующий магазин, следующий магазин открывать и так далее, и так далее. Таких великих людей в истории очень много, ребята. Очень много людей, которые делали того, что вы собираетесь делать. Очень огромное количество людей, которые уже делали то, что вы мечтаете делать. супер великая история это история пророк мухаммад салам а очень сильная история прочитайте его многократно прочитайте жизнь любого пророка все пророки их не жизни прочитайте жизнь каждого пророка по отдельности и вы очень много про усваивайте для себя каждый раз когда что-то болеешь и так далее надо вспоминать история пророка юба что он заболел очень сильно и землетрясением потерял 11 детей и это все он верили в том что это испытание это терпение каждый раз когда друзья продают тебя и или родственники или партнеры надо вспоминать история пророка юсуфа который его родные братья продавали в рабство когда ты попадаешь в случае и думаешь что безысходный случай попал вспоминай история пророка юниуса который в черве кита он провел больше 40 дней и даже оттуда господь спас его то есть ни одна проблема не существует который невозможно решать с помощью всевышнего любая проблема решима можно решать и каждый раз когда вам трудно если вашей идее никто не верит вы рассказываете как это идею или как это ваше видение вспоминайте пророк ноя что он верили что-то нелогично да в пустыне он построил ковчег все смеялись над него но это делал понимать когда вас игнорируют и отрезают тех с кем вы выросли в одном городе и так далее вспомните история пророк салала вассалама мухаммеда он бросил и ушел другой город потому что на его голову награда назначали то есть я что хочу сказать почему я рассказываю истории пророков и так далее потому что господ нам через эти истории пророков священных книгах уже дает понять что если мои возлюбленные мои любимые мои избранные пережили этого и возможно ты тоже будешь пережить а помните если иногда вы сталкиваетесь с людьми которые властны но они не слышат вас они игнорируют вас так далее они силами попытаются побеждать справливости помните что помните историю моисея у каждого фараона и свой моисей запомнить если вы делаете богоугодные дела если вы делаете то дело которое действительно полезно массовому народу если это вы делаете то дело которое реально принесет пользу массовому народу так что будьте уверены господь с вами господь поможет вам и вы победите поэтому я рассказывал вам эти истории есть еще много историй правда очень огромное количество историй жизнь любого успешного человека полная история жизнь любого романтика, полная история. Жизнь любого ребенка, который чего-то добился в жизни, это целая история. Но эти истории очень сильно вдохновляют, мотивируют. Меня сильно мотивирует история моей родной мат, как она 10 детей нас поднимала на ногах после смерти отца. И она была великая, мудрая женщина, сильная женщина. И глядя на нее я научился сдаваться в жизни, быть сильным. Поэтому и в вашей жизни, может быть, ваша личная история очень вдохновляющая. Я рассказывал вам несколько историй, которые меня вдохновляют, которые мне очень помогают. И временами я это все читаю, пролистаю, посмотрю снова, снова. Вот так. Напишите в комментарии свою историю. Напишите в комментарии, может быть, ваша история, она особенная, может быть, она вдохновляющая история, которая реально помогает. Вы знаете, история — это сильная учеба. История — это сильный наставник. Я вырвался из долгов, из трудностей, из много боли. Я парень, который, знаете, я узнал недавно, что мой дом в селе 400... Я забыл, видите, 426 что ли и так далее дом. Получается, что в селе, где я вырос, максимум 300 чем-то семья живет, может быть, 350. Потому что некоторые номера там в школе, как любят, больницы и так далее, чайхана. Потому что в селе недавно узнал, что там, оказывается, уже номера давали и техпаспорт сделали для каждого дома. И вот тогда понял, что оказывается, мой дом в самом конце, а потом кошелек заканчивается. После меня еще один номер есть, и все. И я еще хочу сказать, я вырос в селе, где 350 семья живет. И я уехал из этого села к этот мир. А мир оказался очень большой. Я думаю, что если вы знаком с моим историям, это круто. Если не знаком, найдите мою историю, изучайте его. Я думаю, что посмотрите мой фильм «Наставник», который выходит. Возможно, он выходит под названием «Наставник», возможно, будут выходить под названием «Таджик». Скоро они будут в кинотеатрах, и она будет в кинотеатрах в виде кино, полторачасового кино полноценного. В Ютубе думали, что телевидение, наверное, будет в виде сериала тоже 2020 год, как сериал телевидения, тоже мгновенно запустим его. Потому что я думаю, что это хорошая история. Это хорошая история. Поэтому я иногда анализирую свое прошлое, и это меня вдохновляет. Многие люди, миллионным людям вдохновляет эта история. Многие люди приходят мне и говорят, знаете, благодарим вас за то, что я прочитал вашу историю или прочитал ваши книги, как вы выбрались из долгов и так далее. И это дает мне очень вдохновляет, мотивирует и так далее. Вот так, дорогие мои. Ставьте лайк, если вы что-то хорошего узнали, услышали из этого, того, что я рассказывал сейчас. Расскажите своим знакомым, друзьям, поделитесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, не забудьте приглашать свои друзья и знакомые, потому что с каждым разом что-то хорошее я рассказываю в этих каналах. вы хотя бы хоть что-то ценное берете для себя. Желаю вам успехов. Создайте свою историю.